Все, да, теперь работает. Значит, мы заходим с вами в Яндекс, либо регистрируемся, да, в новый аккаунт регистрируем, свой личный, вернее, кабинет регистрируем, либо у меня уже он зарегистрирован, я захожу. И первое, что мы делаем, это мы в верхнем правом уголке, вот здесь вот видите, видим, создать новый сайт. Мы нажимаем, здесь очень важно понимать, что все зависит от тарифа тильды, да, вот у меня тариф оплаченный для одного сайта, стоимость, цена годового пользования вот этим конструктором 6 тысяч рублей стоит. Если я хочу сделать слот для пяти сайтов, то цена будет автоматически увеличиться в два раза, будет 12 тысяч стоит, стоит, но это опять же годовой абонемент, да. Можно пользоваться бесплатной версией тильды, но тут важно понимать, что на бесплатной версии тильды, а, невозможно подключить доменное имя, да, ну вот допустим, в данном случае у меня доменное имя продвигаем nko.ru. Второе, на бесплатной версии тильды часть блоков, она просто не работает, то есть там доступно какое-то минимальное количество блоков, но в основном функционал он весь обрезанный. Ну, собственно, это коммерческая платформа, это тоже нужно понимать. Итак, мы нажимаем создать новый сайт, ну, поскольку у меня предоплаченный этот самый тариф на один сайт, мне больше не надо, я захожу на свой, да, и начинаем смотреть, значит, делаем первую страницу. Первая страница, вот у нас кнопочка создать новую страницу, да, мы ее создаем, вот я сейчас создам, и дальше сразу же вам тильда предлагает предустановленные варианты, да, то есть если вы хотите создать интернет-магазин, она вам дает в конструкторе формы интернет-магазина, если вы хотите создать какой-то лендинг на определенное событие, вы тоже можете создать в рамках уже готовых конструкторов события. Если вы хотите создать блог, то же самое, то здесь принцип такой, разработчики о нас уже подумали над форматом, мы любой формат выбираем и начинаем дальше его редактировать. Ну, условно говоря, давайте мы возьмем, допустим, готовый шаблон с, не знаю, из раздела бизнес и выберем, например, кстати, тоже важно сказать, вы можете, прежде чем выбрать, вы можете страничку посмотреть, оценить, подходит она вам по набору блоков или не подходит, если не подходит, можете выбрать другую, да, ну, собственно говоря, выбрали раздел бизнес, да, посмотрели, оценили, понравилось, не понравилось, забираем. Ну, давайте вот эту вот возьмем, смотрели и выбрали. Таким образом, у вас получается, у вас перед глазами конструктор, состоящий из нескольких блоков. Дальше нам нужно каждый блок с вами отредактировать. Ну, например, первый блок, мы видим, что он без меню и сразу же он с большого центрального блока стартует сайт. Первый блок у нас это обложка. Вот посмотрите, пожалуйста, в левом верхнем углу вы можете выбрать варианты обложек. О чем здесь важно помнить? Вот смотрите, можно, они здесь все показываются. Вот такую обложечку можно сделать, да, можно любую обложку с кнопками, если вы хотите. Коллеги, выключите, пожалуйста, звук у себя. Если вам нужна обложка с кнопкой, да, например, для того, чтобы кнопка адресовала на какую-то форму записи, вы можете выбрать обложку с кнопкой. То есть вот здесь вот можно, собственно говоря, выбирать ту обложку, которая вам нравится. Что важно здесь, о чем помнить? Вот смотрите, уважаемые коллеги, вот здесь есть такая кнопочка, вот такой движок, да, который включен либо выключен. Я очень всем советую вот эту вот кнопочку увести вправо. Почему? Потому что эта кнопка сохраняет тот контент, который вы уже написали в этом блоке, да. Сейчас попробую показать опять же на своем. Смотрите, вот у меня есть сайт, и у него есть, например, обложка, обложка меню. Вот если я, допустим, сейчас захочу поменять блок этот, да, и если я кнопочку вот эту не отожму, то при смене блока у меня вся информация, разделы меню, да, вот эти ссылки, она у меня вся пропадет. Поэтому очень вам рекомендую все-таки нажимать кнопочку для того, чтобы сохранять информацию. Таким образом, выбрали мы с вами, например, обложку и заголовок. Дальше мы должны отредактировать, да, что нам нужно сделать, написать, вернее, на обложке нашего сайта. Мы переходим в кнопку контент, вот она оранжевая, и начинаем редактировать. Ну, например, заголовок нашего сайта, я не знаю, давайте там, Ирина Шауфлер, консультант всех и вся, да, например. Дальше мы делаем с вами описание точно такое же. Я консультирую некоммерческие организации на тему, где им можно найти денег. Просто от балды, да. Дальше, смотрите, есть здесь предустановленная обложка, которую вы можете, опять же, ее использовать, можете принять решение не использовать. Но давайте мы ее использовать не будем и удалим. Соответственно, нам нужно какую-то другую взять обложку. Загрузить файл, да, и здесь просто принцип тот же, как и везде действует. Мы попадаем с вами в хранилище какое-то на нашем компьютере, да, и выбираем любой файл, ну, например, вот этот. О, вот файл гаранта вылетел. Все, мы с вами выбрали фотографию, мы написали описание, сделали заголовок, нажимаем сохранить. И у нас с вами получился вот такой вот, собственно говоря, блок, который, так, там в зале ожидания аж пять человек стоит. Принять всех. Вот. У нас с вами получился вот такой блок, который мы можем либо сохранять, либо, опять же, редактировать, либо вообще удалить. О чем еще здесь нужно помнить? Вот посмотрите, пожалуйста, есть настройки, да, это настройки блока. Первое, вы можете изменить его высоту. Вот сейчас высота на всю страничку. Мы хотим сделать его чуть поуже, да. Мы здесь ставим значение, например, 50, да, 50 процентов. Опять же, нажимаем сохранить. У нас с вами блок становится ниже в два раза. Мы можем сделать здесь настройку прозрачности и непрозрачности картинки. Да, вот сейчас у меня стоит автоматически, автоматически 80 процентов непрозрачности. Я могу сделать ее 100, и моя картинка вообще станет супер темной. Либо я могу ее сделать, там, не знаю, 30, и она станет супер светлой, да. Что мы еще можем здесь сделать? Мы можем выровнять фотографию по центру. Ну, по центру она у нас и выровнена, да. Попробуем ее сделать как-нибудь поверху. Не знаю, что-то поменяется, нет. Вот, наша, не фотография, вернее, наша надпись, она ушла наверх. То есть, вот посмотрите, здесь все, в принципе, возможности блока, они находятся во вкладке настройки, да. Что еще вы можете сделать здесь? Ну, это уже для продвинутых пользователей. Предположим, и вот на своем сайте я тоже сделала, меня не устраивал ни один вообще, ни один блог, и есть здесь возможность в тильде, да, конвертировать в зеро блог. Что такое зеро блог? Зеро блог – это чистая страница, то есть вы можете сделать свою эту главную обложку фактически с чистого листа. Так, коллеги, не слышно меня? И сейчас не слышно, коллеги? Алло, алло, слышно? Все хорошо, ну ладно, тогда смотрите у себя настройки. То есть, вы можете конвертировать эту обложку в зеро блог. Это получается так, что вы фактически делаете блог с чистого листа. Я сейчас туда углубляться не буду, просто знаете, что есть такая возможность, да. Почему? Потому что вот это зеро блог – это настройки, ну, как бы вот просто на каком-то на чистом листе, и вы можете там добавлять тексты, кнопки. То есть, делать большее количество функций, наделять этот блок большим количеством функций, да, при этом получать тот блок, который вам нужен. Ну, вот в частности, вот этот мой блок, я не могла найти, вернее, предустановленный блок вот с такой вот маленькой фотографией. Мне вот прямо-то принципиально было важно, чтобы моя небольшая, ну, чтобы фотография была очень сильно небольшой. Вот этот блок сделан на зеро, да, здесь просто текст, здесь небольшая фотография. Ну, мне не хватило смелости на моем сайте сделать фотографию, свою же фотографию во весь экран. Вот, значит, таким образом мы с вами вот этот блок первый отредактировали, да, мы можем его сделать на предустановках, можем попробовать разобраться на зеро. А что здесь еще важно понимать? Вот смотрите, дорогие коллеги, первое, как удалить блок, да, вот в правом верхнем углу у нас с вами несколько функций, они тоже здесь все подписаны, первая функция, вы можете вообще его удалить, вторая функция, вы можете дублировать, ну, вдруг вам нужно на сайте две обложки, да, сделать, вы просто нажимаете на кнопочку, и точно такой же блок появляется ниже существующего. Дальше вы можете его либо скрыть, этот блок, да, либо вы можете его еще и поменять местами, вы можете поменять, то есть переместить, сделать его, например, последним блоком, да, либо передвинуть его на какой-то другой уровень. Вот эти вот стрелочки, они здесь, собственно говоря, для этого. Таким образом, у нас с вами первый блок фактически, ну, я его сейчас удалила, но есть, да, давайте еще раз. Скажите, пожалуйста, понятно или непонятно, о чем, о чем, что, что значит предустановленные блоки, да. Дальше следующий вариант у нас с вами, мы помним, конструктор блочный, да, и мы теперь удалили первый блок обложку. Ну, вот взяли и удалили, а потом мы сидим и думаем, так, а нам нужно все-таки эту обложку, как нам сделать? Здесь у тильды есть вот такие плюсики в центре, вот они здесь находятся. Это добавление нового блока. Мы кликаем на этот плюсик, перед нами появляется меню, не перед нами, а вот в левом, вернее, углу экрана появляется меню. И снова мы возвращаем сюда ту обложку, о которой мы говорили вот чуть выше, да, ну, например, вот такую обложку, мы ее поднимаем наверх, вот у нас первый блок обложка, мы дальше начинаем его редактировать. Вот, понятно, непонятно, соответьте, пожалуйста, в чате. Поставьте плюсики, кому понятно, что значит это самое, поставить обложку. Коллеги, поставьте, пожалуйста, плюсики. Плюсик, Татьяна, понятно, да. Как редактировать тоже понятно, да, через кнопочку контент, как настраивать сам блок через кнопочку настройки. Все, отлично. Второе, значит, блок мы идем, и у нас, как правило, здесь текстовый блок. Опять же, мы выбираем, мы можем выбрать обычный текстовый блок, который есть в установке, но, допустим, нам он не нравится. Мы хотим сделать какой-нибудь текстовый блок, ну, например, на серой карточке, да. Вот мы этот блок с вами сделали, но у нас, опять же, здесь мы щелкнуть-щелкнули, видим серой карточки, как обещано, было-не было. Значит, что мы можем здесь сделать? Мы опять идем в настройки, мы выбираем ширину блока, ну, вот здесь у нас 8 колонок, и нас это вполне устраивает, но цвет фона, вот обратите внимание, здесь цвет фона, да, он нейтральный, он никакой. А нам обещано было, что у нас там должна быть какая-то серая карточка. Ну, давайте выберем вот такой цвет фона, будет не серая, а оранжевая. Сохраняем. Вот у нас появилась карточка, которой мы можем, в принципе, которой мы можем цвет менять постоянно, да. Что здесь важно отметить? На что хочу обратить? Вот серый, хотели серый, получите серый. На что хочу обратить внимание? Вот смотрите, когда вы щелкаете в меню цвет фона, у вас появляется палитра, да, вы можете, я когда только начинала, на глаз угадывала, какой цвет, и у меня получается, вот здесь я сделаю какой-нибудь цвет, например, поставлю, а в следующем блоке я забуду, например, вот этот самый номер цвета, и начинаю на глаз подбирать примерно что-то похожее. В итоге все равно всегда цвета разные были. Значит, как вариант, вы можете выбранный цвет запомнить, куда-то на бумажке записать, да, чтобы не возвращаться обратно. А есть еще одна функция пипетка, вот она здесь. А что это значит? Это значит, что нажимая на пипетку, вы попадаете в библиотеку цветов. И здесь тоже очень важно выбрать тот цвет, который вам нравится, да, ну вот, например, вот такой, да, цвет гаранта мы возьмем. Просто вы по нему щелкаете, вот просто щелкаете по тачпаду, да, возвращаетесь в меню настройки и вставляете скопированный цвет, Ctrl V, на, вот в это меню. Все, у вас получается вот такой цвет. Вот он поменялся. Вот, что еще у нас здесь в настройках доступно? Отступы сверху, снизу. Смотрите, вот сейчас у нас с вами блок фактически, ну, такой он узкий, да, на 50, не знаю, сантиметров. Во-первых, мы с вами можем его увеличить, просто потянув за вот эту пунктирную линию вниз. Мы можем с вами его сделать уже, да, как мы можем сделать? Просто, опять же, потянув, подняв его наверх. Бывают блоки такие, когда вот эта функция не работает, ну, бывают на тильде такие блоки. Что мы здесь тогда сделаем? Мы в настройках меняем отступы сверху, снизу. Вот здесь у нас максимальный отступ 7 линий, да, так скажем, может быть, а минимальный 0 и 0,5 линий. Мы просто делаем здесь отступы сверху, внизу, снизу меньше, и ширина нашего блока становится, вернее, высота, кто это, ширина, высота, я не знаю. Ну, короче, он становится уже, этот блок. Контент меняется точно так же. Заголовок, я, Ирина Шауфлер, да, Шауфлер, текст. Я должна работать, чтобы, не знаю, чтобы жить, Господи, да, чтобы избавиться от паники. Вот здесь меняется. Здесь тоже важно понимать следующее. Вот смотрите, когда, в принципе, вы можете редактировать текст без функции контент, да, то есть не заходя в меню контент. Что это значит? Это значит, что вы прямо в блоке кликаете на текст, который вы хотите поменять. В верхнем левом углу у вас появляется редактор. Вот он, этот редактор. И вы здесь можете изменить, сделать текст жирным, сделать текст курсивом. Не знаю, если хочется, вот, сделать текст подчеркнутым и так далее, и так далее. Поменять шрифт, поменять цвет, размер, да, поставить по центру. Вот, то есть, собственно говоря, можно это делать без меню контент, но, не знаю, мне вот в меню контент как-то более привычно. Вот это второй блок, то есть вы делали, делали, делали блок, а, как говорится, вдруг устали, взяли и удалили его. Нафиг, не нужен он вам. Если вдруг вы удалили, а потом поняли, что зря удалили, да. Сейчас посмотрим, можно, не можно в этом сделать. Сейчас. Что-то он не дает. Ну, значит, не дает. Иногда просто здесь отображается меню, и здесь есть функция отменить. Вот один шаг можно отменить, если вдруг что-то не устроило. Вот, таким образом мы с вами дошли до третьего блока, и это, так, текстовый блок понятия. Давайте посмотрим следующий. Например, вот, значит, вот могут здесь быть блоки разные, ну, условно говоря, сейчас посмотрим, какую мы тут выбрали рыбу. Вот, например, смотрите, нужно вам добавить форму. Форму вы точно так же выбираете, если это предустановленный блок. Вот она здесь, эти варианты. Да, если вас форма не устраивает, вы можете пойти в ZeroBlock и сделать эту форму самостоятельно. Что еще хочется мне здесь сказать? Ну, тут какой-то я очень сильно простой выбрала, конечно, этот конструктор. Сейчас на своем покажу. Вот смотрите, если смотреть на моем сайте, у меня просто много всяких разнообразных блоков. Ну, например, вот этот блок с цифрами, он тоже предустановленный, да? Он точно так же выбирается здесь, и можно абсолютно разные варианты делать. Ну, например, у меня здесь отжата кнопочка с сохранением контента, да? И я, например, хочу выбрать, не знаю, вот такой блок. И он и не выбирается. Прикольно. Почему? Почему не выбирается? Вот, помните, говорила отменить. Вот он, отменить в верхнем правом углу меню. Почему-то не выбирается, потому что, видимо, здесь уже внесены какие-то данные и уже сохранены. Не знаю. Ну, например, вот. Ну, вот, например. Вот такой можно блок сделать. Можно еще какой-то. То есть вот здесь, выбирая и заполняя контентом, видимо, Тильда сама, так скажем, решает, когда менять формат блока, когда не менять. Но в любом случае настройки здесь точно такие же, да? У меня вот количество блоков в ряду три. У меня три цифры. Здесь можно было до четырех догнать. Выравнивание, опять же, по центру, да? Если бы я хотела сделать там по левому краю, то цифры тоже могли бы куда-то влево уйти. Вот. Понятно, непонятно по этим блокам, как работать? Коллеги, дайте знать куда-нибудь. Напишите. Как редактировать блоки? Вот сейчас вопрос. Понятно ли, как редактировать блоки? Понятно, за полчаса я не смогу вам показать все-все-все на свете. Но теперь вы понимаете, как блоки редактируются. Понятно, не понятно? Понятно. Смотрите, что еще вам нужно знать. Когда вы настроили все блоки, когда у вас все это есть, вы идете снова в меню «Мои сайты» и вам нужно все страницы опубликовать. Это вот кнопочка здесь «Опубликовать страницы». Это первое. Дальше. Что еще вам нужно знать? Если вы на своем сайте ставите форму «Записаться на консультацию», да, вот она у меня здесь стоит, «Записаться на консультацию», вот здесь, вот здесь, вы должны, вы когда будете эту форму редактировать, он вам там предложит, на какой e-mail приходить должны заявки. То есть это все делается в настройках, да. Какой текст, вот если вы напишите мне какое-то письмо, да, вы увидите вот такую картинку «Спасибо, в ближайшее время мы встретимся с вами на консультации». Это тоже настраивается в этом блоке. Дальше вы понимаете, какой, например, адрес у этой страницы должен быть. Вы его точно так же здесь в настройках копируете. Это тоже важно сейчас сказать. Вот, сейчас, секунду, найду. Так, 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 окей, сейчас, секунду, значит, вот в контактах, да, как же это объяснить-то лучше, чтобы вам было понятно. Конечно. Короче, например, у вас есть меню «Написать нам». У меня просто здесь под рукой нет этой кнопочки, да, например, у вас есть на сайте, вы выбрали блок предоставленный «Написать мне». Вот здесь кнопка, да, например, «Написать мне». Когда пользователь кликает по этой кнопке, он должен попадать вот на эту форму, да, на форму обратной связи. Теперь вопрос, как нужно сделать, соединить вот эту кнопку «Написать мне» и вот эту форму обратной связи. Так вот, здесь нужно сделать следующим образом. Когда у вас сайт весь готов и опубликован, да, вы заходите, вы заходите на страничку, например, вот этой формы новой, да, вы в поисковой строке просто копируете адрес этой страницы и дальше вы адрес этой страницы ставите вот сюда, например, в «Контакты». Вот просто ссылку, вернее, на эту страницу вы ставите, вот, раздел «Контакты». Понятно, непонятно, о чем, как это сделать. То есть вы сначала сохраняете, потом копируете и потом ставите в «Контакты» ссылку туда. Все, собственно говоря, это несложно сделать. Что еще здесь важно сказать, да? Точно так же со ссылками на эти самые, на ваши социальные сети. Вы, вернее, в блоке кнопки, ссылки на социальные сети, он вам предлагает сохранить те социальные сети, которыми вы их пользуетесь, да, в данном случае в «Контакте», например, и в «Инстаграме» у меня. Вы идете в свои профили, копируете адреса, сюда вставляете и, собственно говоря, ссылки у вас получаются. Дальше вы, вылетает пользователь уже на ваши, на ваши социальные сети. Вот, что еще важно здесь знать про тильду, так, про цвета сказала, про блоки сказала, про настройку, про удаление блоков сказала, про копирование блоков сказала, про зеро-блоки сказала. Коллеги, дайте мне какой-нибудь вопрос, понятно, непонятно, потому что, потому что, да, я вот все очень муторно, но логика понятна или непонятна. Что еще важно, вот смотрите, если вдруг у вас не получается что-то сделать, да, и вы там, допустим, в настройках, вы что-то делали, 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 и, не знаю, нет понимания, как, вот, кстати, я на зеро вышла, нет понимания все-таки, как пользоваться, да. У тильды очень хорошая служба поддержки, верхняя, верхняя кнопка помощь, вы заходите, и вот у вас справочный центр тильды, и здесь, по сути, все то, что я вот пыталась вам очень быстро так сейчас сказать, да, оно все здесь есть. Ну, например, вот мы смотрим начало работы, вам здесь это все расскажут более лучше, чем я это все рассказала и показала. Можно здесь ключевыми словами в поисковике искать, можно смотреть просто видеоуроки и применять все к себе, наверное, вот я так скажу. Вот, давайте какой-нибудь вопрос, потому что я хочу еще про ТЗ, очень важно мне сказать про техническое задание. Есть какие-то вопросы или голосом скажите? Ладно, нет вопросов и не надо. Так, и последнее, что мне очень хочется сказать, смотрите, дорогие и уважаемые коллеги, понятно, что вот такой сайт-визитку, да, или какую-то лендинговую страницу, тут ума много не надо разрабатывать. Ну, правда, почему? Потому что это посидите несколько вечеров, сделайте, проверяйте на собственном опыте. Но бывают ситуации, вот кто-то написал, пока понятно, да, Тань, спасибо. Бывают ситуации, когда сайт нужно сделать сложнее или когда действительно неохота возиться, разбираться, да, и нужно, можно пригласить разработчиков. И здесь возникают всегда вопросы, я с этим тоже постоянно сталкиваюсь, что вроде как организация говорит, да, ребята, нам нужен сайт, потом начинаем с ней работать над брифом, да, над техническим заданием и вообще непонятно, как, что размещать на сайте, какие фотографии размещать, какие тексты. Первое, о чем мне хочется сказать, фотографии, тексты и всю информацию – это зона ответственности организации, это очень важно, да, то есть вы придете к разработчику, скажете, вам нужен сайт, но при этом не предоставить ничего, вам ни один разработчик, ну, не сможет это сделать. Казалось бы, очевидные вещи, ну, вот, к сожалению, да, не знаю. Второе, вот, допустим, я сейчас вам покажу бриф, да, который мы заполняли для сайта, и это самый первый документ, который просят, который просят всегда разработчики предоставить для того, чтобы понять, вообще оценить объем работы. Вот, брифы могут быть разными, но, так или иначе, это полностью описание работы, деятельности вашей организации, да, и вот здесь это первичный документ, когда вы заполняете все для того, чтобы оценить объем работы. Бриф – это не финальный документ, тоже нужно понимать. Бриф – это документ, на основании которого определяются временные, да, и ресурсные затраты для создания сайта. Чем подробнее вы этот бриф заполните, тем, как говорится, лучше и выше качеством будет работа и ваше сотрудничество с разработчиками. Дальше, что важно, о чем я очень хочу сказать. Когда вот мы делаем сайты, мы всю информацию складываем на Google Диск, да, и всю информацию развиваем по, разбиваем по папкам. Ну, например, у нас логотипы наших партнеров, они в одной папке, и дальше они попадают уже на сайт, разработчик их оттуда забирает. Допустим, фотографии – это другая папка, то есть мы все полностью распределяем, и это тоже нужно понимать, распределяем по папкам. По-другому разработчику очень сложно, очень сложно ориентироваться в том объеме информации, который вы предоставляете. Дальше, если у вас есть тексты новостей, вы точно так же, вы новость пишете, вы присылаете фотографию, разработчик все ставит на сайт, все это размещает. То есть задача разработчика – постоянно находиться с вами, а, в ВКонтакте, и, б, постоянно получать от вас информацию. Очень часто, тоже я об этом обязательно скажу, поскольку это больно всегда, организация как вот складывает, вот как, не знаю, по остаточному принципу все подряд фотографии. Да, вот я сама вижу, какого качества фотографии размещаются на сайте. Но мы с вами должны помнить, что сайт – это лицо организации, да, и если мы говорим про фотографии, то мы должны, ну, как минимум подумать о том, во-первых, а, что за изображено на фотографиях и какого они качества. Ну, вот для последней организации мы фотографа приглашали и делали портретные съемки команды для того, чтобы у нас были фотографии высокого качества и такие не стыдные. Ну, опять же, потому что это лицо организации, да, собственно говоря, на главную страничку, вот то, что мы показывали, мы тоже даем всегда фотографии хорошего, яркого, красивого, такого продающего характера, да, тоже очень важно понимать. Я не зря на этом останавливаюсь, потому что, ну, всегда есть проблемы с контентом. Весь контент предоставляет все-таки организации, готовит организации. Разработчик это все складывает, настраивает все кнопки, все какие-то функции. Вот, как-то так. То есть, еще раз, если совсем, вот, совсем кратко. Регистрируемся в тильде, нажимаем на кнопочку «Создать новый сайт», вот здесь вот он, да. Когда мы создаем новый сайт, выбираем конструктор любой, который предустановленный тильдой, и дальше этот конструктор начинаем редактировать поблочно. Первый блок, допустим, если у нас есть меню, да, в настройках мы регулируем высоту, ширину, расстояние между словами, да, расстояние между словами меню. Добавляем или убираем кнопки, регулируем высоту блока, ширину блока, регулируем цвет, да. Если нас вообще ничего не устраивает, идем на зароблок, разбираемся с зароблоком. Отрегулировали и всегда, значит, можем… А, кстати, тоже вот, смотрите, есть кнопочка «Предпросмотр», это до того, как опубликовать. Вы можете перейти и посмотреть, как это все будет смотреться в интернете. То есть кнопочка «Предпросмотр» – это то, что, в общем-то, поможет вам увидеть, как все выглядит отредактированно. Если понравилось, вернуться к редактированию, нижний левый угол, да, вернуться к редактированию, и можем нажать на кнопочку «Опубликовать». Если не понравилось, значит, редактируем дальше. Каждый блок собираем по блочке… Каждый блок, вернее, собираем через настройки. Контент загружаем через кнопочку «Контент». Меняем все, что нужно нам поменять. Кстати, вот смотрите, если вот здесь вот, например, вот эти иконки, это тоже предустановленная функция «Тильды», да. Вот они, карточки через кнопку «Контент», и вот они здесь тоже у нас с вами уже загружены. Не нравятся вам вот эти человечки, да? Мы пошли, сходили, поискали в библиотеке. Вот, есть тут библиотека еще у нас. «Тильды» иконочки. Можем выбрать какие-нибудь другие иконки. Тут огромное количество всяких разных возможностей. То есть, нашли в библиотеке, загрузили, она у вас начала на сайте отображаться. Что еще важно? Внутри самого вот этого конструктора, да, внутри кнопочки «Контент». Вот здесь у меня шесть, по-моему, карточек. Нужно мне добавить элемент. Я нажимаю «Добавить элемент» и его редактирую. Нужно мне этот элемент удалить. Я его удаляю. Ну, то есть, все очень понятно, все интуитивно, очень логично. Смотрите, как бы вопрос только к вам. Хотите вы это изучить или не хотите? Вот здесь вот есть специальный блок с партнерами, да. Его тоже можно менять, можно загружать в себя. Сюда, вернее, разные логотипы партнеров. И точно так же вы можете здесь давать ссылки на ваших партнеров, да. Например, вы вот в карточке, и здесь внутри у меня стоит ссылка на сайт фонда «Берегиня», да, ссылка на сайт фонда «Гарант» и так далее. Почему у меня здесь это сделано? Ну, во-первых, это повышает некое, ну, как бы доверие к организации, да, когда мы с вами не скрываем, в принципе, да, с кем мы работаем. Единственное, здесь я бы, конечно, посоветовала согласовать, может быть, организация не хочет, чтобы вы упоминали, чтобы вы упоминали о том, что вы с ней работаете. Ну, как бы тут лучше согласовать, перестраховаться. Вот, значит, можно ссылки. Но здесь, когда мы ставим ссылки, мы должны понимать еще одну вещь, которую очень важно понимать. Если здесь ваш пользователь сайта кликнул на логотип и попал на соседний сайт, да, на другой сайт, то не факт, что он снова вернется на сайт ваш. Ну, то есть это дело, как бы, как говорится, колхоз дело добровольное. Хотите, чтобы пользователи уходили с вашего сайта, ставьте ссылку. Не хотите, ну, тогда можно ссылку не ставить, обойдитесь просто логотипами. Вот, что еще на сайте обязательно должно быть? Ну, отзывы, отзывы о вашей работе, они, опять же, формируют доверие к вам, как к специалистам, как к организациям, да. Ну, вот здесь, опять же, блок отзывов, он точно так же предустановлен. Вы точно так же можете его выбрать. И формат отзывов, вернее, да, формат отзывов можете сами настроить. Что еще должно быть? Ну, наверное, вот какие-то такие основные блоки, все. То есть это стартовая страница, да, обложка, это текстовый блок с описанием вашей организации. Это блок с описанием вашей продуктовой линейки, что вы делаете. Это блок обратной связи. Вот, это отзывы, если нужно, это логотипы ваших партнеров. И вот это все какими-то блоками можно собрать потихонечку. Вот. Можно ссылку, которая не открывается, в новом окне. Можно и так, да. Вот, давайте, если есть какие-то вопросы, я готова на них ответить. Если можно, голосом, потому что вот прям правда реально лучше голосом общаться. Спросите уже меня чего-нибудь, пожалуйста. Коллеги, никому не надо спросить. Антон, давайте спросите, у вас там звук вылетал? Да, здрасте. Здрасте. Звук вылетал, да, боролся. Нет, вы знаете, в принципе, вот этим системам пользуемся. Да, и то, что, ну, все, что вы объясняли, все это действительно понятно. Поэтому лично у меня вопросов пока нет, слава богу. Супер, я очень рада. Да, я очень рада, что все понятно. Но главное, что вот даже сейчас вы, да, человек, ну, которого, скорее всего, аудитория наша не знает, вы подтвердили, что тема очень простая и интуитивно понятна. Это классно. Она простая. Но мы используем разные программы, да, для работы в этом направлении. Вот, ну, вот, надо сказать, что, как это нашим ресурсным центром, Тильда, она не в лидерах. А с кем вы работаете? Мы в конве работаем в этом смысле, через конву. И лично не я работаю, мои коллеги, которые в этом направлении, вот они сейчас выйти не смогли сегодня, вот я активно меняю. Вот, через конву преимущественно. Слушайте, я хочу сказать, что сегодня утром объявили, что конва сдулась и закрыла, и перестала давать возможность скачивать, пользоваться своей галереей предустановленной. Вы проверьте, можно, не можно сейчас. Ну, как бы это... С утра сегодня, по крайней мере, еще работали. Хотя подозреваю, что, возможно, это рано или поздно произошло бы. Учитывая, что у меня до сих пор работает и Google, и Apple Pay, и все. Они уже давно обещали, что закроют. А, ну, может быть, в ближайшее время. Поэтому, смотрите, коллеги, дам вот такую ссылку в чат. Но это тоже экспромт. Вот если бы с Антоном не поговорила, не нашла бы. Вот такую ссылку в чат дам. Так, сейчас, секунду, найду только ее. На тот случай, если вдруг НВА все-таки сдуется... Сейчас найду. Тан-тан-тан-тан. Вот, по-моему, она. Нет. О, господи, боже мой. Сейчас, поди еще. Слушайте, у меня такое чувство, что его уже закрыли. Ладно, давайте, чтобы время ваше не тратить, я его сейчас найду и пришлю через чат-бот, получите. Что-то я не могу найти. Сейчас вот, может быть, вот это. Прикиньте, исчезла эта ссылка. Я сейчас поищу. Это на тот случай, если канва закроется, может быть, вам будет полезна эта ссылка. Но я почему-то ее не могу найти. Вот она еще три дня назад была, а сейчас ее нет. У меня есть надежда, что все-таки у нас канва платная. Мы ее оплачивали. И я надеюсь, что у них все-таки совесть будет платную версию не ограничивать. Как будто с утра пока работали, да, вот вроде как работала. Я надеюсь, что вот так вот. Да, но в любом случае, даже у кого-то ведь нет платной канвы. Я сейчас его найду, этот фотосток. Там дело в том, что почему мне он очень нравится, потому что он... Там фотографии ежедневно обновляются, и очень сложно найти такие повторяющиеся фотографии. Это большой плюс. Вот. И фотографии все бесплатно можно использовать. И есть такие очень классные, красивые фотографии, которые авторские, но за которые можно не платить. Вот, это важно, потому что на многих фотостоках что-то платное, большинство... Что-то бесплатное, вернее, большинство платных фотографий, и там устанешь с ними, в общем, воевать, чтобы их утащить себе. Найду я этот фотосток обязательно. Да. Спасибо, Антон. Спасибо. Вам спасибо. Да. Есть еще какие-то вопросы, пожелания, предложения? Сегодня на арене получилось так, что я не Вика, но так или иначе, вот что смогла, рассказала. Ирина, можно вопрос? Да, Галина, здравствуйте. Сейчас кто-то с тобой? Добрый день. Я не сначала участвовала. Берегиня, платный аккаунт на Тильде или бесплатная версия? Я вначале это объясняла. Смотрите, коллеги, бесплатно, я сейчас отвечу вам, Берегиня это не на Тильде, это у них свой сайт, просто ссылка на Тильде стоит на... На моем сайте стоит ссылка на фон Берегиня, поскольку я с ними работала. Значит, если мы говорим про создание сайта на Тильде, если вы хотите подключить домен, если вы хотите использовать всю, весь функционал Тильды в полном объеме, то придется заплатить, хотите вы этого или нет. Годовая подписка стоит 6 тысяч в год. Да, 6 тысяч один раз платите и дальше вы пользуетесь постоянно. Мало того, у Тильды сделаны, возможно, помесячная оплата, но там тогда получается менее выгодно, 750 рублей в месяц, то есть в год получается почти 9 тысяч. Поэтому лучше заплатить один раз 6, чем каждый месяц платить по 750 рублей. Не 9, чуть поменьше. Вот. Если вы все-таки не хотите платить, во-первых, у вас не будет адреса красивого, да, ну вот, допустим, у меня продвигаем nko.ru, у вас не будет этого адреса, у вас не будет сертификата безопасности, SSL-сертификат, который мне, кстати, тоже надо продлить. Вот, у вас будет адрес, адрес сайта, ну, например, галиногорецкая.тильда.ком или какой-то экзе, что-то такое, в общем, будет. Ну, там более длинный, да. Ирина, меня конкретно интересовала Берегиня, потому что я сразу по поиску пошла, именно сайт интересовал. Тильду я осваивала, по-моему, весной 20-го были, когда умные субботы. Да, я делала бесплатный, мы делали для конференций, и потом я сделала для проектов нефролиги отдельный сайтик. Да, мне очень понравилось, я, конечно, рекомендую, кому не нужен большой навороченный, потому что основной сайт у нас на Битрикс, это, конечно, такая махина. Ну, вот, конкретно под что-то, под проект, это очень удобно и хорошо. Да, вот, а у Берегиня, у них свой сайт, просто у меня стоит ссылка на их сайт, потому что я с ними работала, делаем стратегию продвижения, вот и все. Ну, как бы, вот только поэтому. Все логотипы, которые здесь стоят на моем сайте, это, в принципе, те организации, с которыми я, ну, либо работаю, либо работала. Вот, либо буду работать в мечтах. Вот, как-то так. Есть еще какие-нибудь вопросы? Понятно ли про тильду как конструктор? И начинайте, пожалуйста, пользоваться, не бойтесь, освоите вы ее уже один раз и навсегда. Если у вас нет профессионального маркетолога, вы можете все делать самостоятельно, было бы желание. Хорошо? Поставьте плюсики, кому хорошо. Хорошо, коллеги. Добрый день, я хочу поблагодарить вас не плюсиком, а голосом. Спасибо. Это очень важная для меня тема, просто у нас есть сайт на тильде, который вообще вот прям вот так вот. Ничего там не обновляется, он лежит, мертвый, некогда туда заходить, некогда узнавать. И сегодня я все пропустила, что вы говорили, особенно в начале, потому что я опоздала, и у нас вообще сумасшедший дом. Я поняла. Ну, Вероника, во-первых, будет запись, вы там боту потом напишите, хочу там запись, это самое, и вы получите эту запись. Во-вторых, если вдруг все-таки вы решите делать, вы обязательно делайте, и в верхнем правом углу есть раздел помощь, вы заходите туда и задаете свой вопрос, находите там ответ на свои вопросы. Это тоже все, там классные видосы записаны. Ну, и в-третьих, если совсем ничего не получается, ну, напишите мне, разберемся с вами. Хорошо, спасибо большое. Хорошо, да. Все, коллеги, тогда мы в следующий раз встречаемся послезавтра. Тему мы сейчас согласуем, нам нужно, чтобы у Вики наконец появился интернет. Вот, и следите за нашими новостями в группе, следите в боте, будьте здоровы, не переживайте, любим, целуем, зовите друзей, в общем, всего хорошего. Спасибо за внимание. Да, пока. Спасибо.